О самых заметных событиях понедельника вы узнаете из материалов наших респондентов. В студии Сергей Мехедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Счастливые новоселы. После 10 лет ожидания дольщики получили ключи от квартир. Премьер Кирилл Бычков торжественно вручил ключи в микрорайоне Ильинка. В Ленске работала бригада врачей из Якутска. Медики отбирали линчам на плановое оперативное лечение в республиканской больнице номер 2. Расскажем подробностями досмотра. Финальные штрихи. Завершается ремонт проспекта Ленина в столице. Какие работы осталось завершать? Узоры Якутии. Представители разных уголков Дальнего Востока в очередной раз встретились в Нерингри на юбилейном фестивале. Участники показали свои таланты. Идет активная подготовка к восьмым международным играм Дети Азии. Какие виды спорта примет Дахсуны и как подвигается ремонт в спорткомплексе. Правительство России выделит 1 миллиард рублей на реконструкцию аэропорта в Дагестане и Якутии. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства. Это будет способствовать увеличению количества рейсов и люди смогут путешествовать с комфортом. Приводят слова премьера Михаила Мишустина. Так принято решение о модернизации аэропорта Олегминска в следующем году. На завершение строительства онкоцентра в Якутии выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Вопрос дополнительного финансирования обсуждался во время рабочей поездки Михаила Мишустина на Дальний Восток в прошлом году. Потребность в дополнительном финансировании возникла из-за удорожания стройматериалов. На сегодняшний день объект находится в высокой степени готовности. С вводом нового здания он сможет принимать до 50 тысяч пациентов в год. Диспансер, оснащенный современным оборудованием, позволит выявлять болезни на ранних сроках и проводить высокотехнологичные операции. Заявление на предоставление некоторых соцуслуг в полустационарной форме можно будет подать через портал Госуслуги. Новый примерный порядок предоставления соцуслуг в полустационарной форме также предусматривает, что человек может обратиться за такой помощью как лично, так и через законного представителя. При получении соцуслуг россияне вправе рассчитывать на уважительное и гуманное отношение, бесплатное предоставление информации о своих правах и обязанностях на свободное посещение адвокатами, нотариусами, представителями общественных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими людьми в дневное и вечернее время. Также им положена защита прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке. В микрорайоне «Звездные» ввели в эксплуатацию очередной жилой дом. В Якутске после 10 лет ожидания дольщики получили ключи от квартир. Премьер Кирилл Бычков торжественно вручил ключи жителям многоквартирного дома в микрорайоне Ильинка. Тему продолжит Марферина Алексеева. В 2013 году более 40 граждан вступили в долевое строительство с компанией «Черов ИК». Срок ввода 32-квартирного четырехэтажного дома был назначен на 2015 год. Однако вскоре застройщик был признан банкротом. И до 2019 года дольщики жили в неведении о дальнейшей судьбе дома, при этом исправно платя ипотеку. Мы как-то под Новый год, когда муж получил какую-то небольшую компенсацию, решили вложиться. А тут мы поискали, поискали. А давай туда, там где-то окраина. Для нас это для стариков как раз подает. И туда вложились. Но потом все затихло, затихло, затихло. Мы деньги носили, носили, носили. Не знаем куда. А потом вообще заглохло. Даже не верю, что этот дом построили. Но, слава Богу, построили. В октябре 2019 года в Якутии был создан Республиканский фонд защиты прав дольщиков. Тогда граждане провели соответствующую процедуру, что по объекту было принято решение о завершении строительства. Проблемный дом был включен в программу публично-правовой кампании Фонд развития территорий и передан на достройку Республиканскому фонду защиты прав дольщиков. Один из важнейших социальных вопросов, который стоит в повестке у Министерства строительства и у Республиканского фонда обманутых дольщиков. Мы поручения и президента, и главы Республики выполнили в этом году. Мы все объекты эти вводим. У нас больше не будет обманутых дольщиков. Надеюсь, что и в будущем. Потому что мы также занимаемся тем, что мониторим и следим за тем, чтобы новые объекты, которые с участием долевого строительства возводятся, чтобы не было ни задержек, ни передвижки сроков, ни, конечно, таких вот больших проблем, чем когда люди по 10 лет ждут законное свое право. Республика одна из первых вошла в программу Федерального фонда. Всего в программу вошло 10 проблемных домов. По шести объектам дольщикам осуществлены выплаты. По четырем принято решение о завершении строительства. Три из них сданы. Последний объект – это 16-этажный дом по автодорожной. На сегодня он достроен и будет введен до конца этого года. Таким образом, права пострадавших граждан будут полностью восстановлены до конца 2023 года. Марферина Алексеева, Иван Саракаумов, Якутск. В Доме правительства рабочая группа обсудила реализацию региональной дорожной карты по проекту наполнения единого госреестра недвижимости необходимыми сведениями на территории Якутии. Проект выполняется в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных». В срок до 1 января 27 года в реестр недвижимости должно быть внесено 95% сведений о границах населенных пунктов, объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. Есть у нас передовики, есть те, которые еще даже не начали работу, но 27-й год близко, это не кажется. Это кажется, что начнем работать 25-26 год, но работы очень много впереди, поэтому в сегодняшний день также те отстающие муниципальные образования, органы местного управления должны наладить работу у себя, свои подразделения КУМИ и реализовать поручения президента. Два дня в Ленске работала бригада врачей из Якутска. Медики проводили отбор линчан на плановое оперативное лечение. Оно будет проходить в республиканской больнице номер 2. По направлению на операцию получили 45 человек, рассказывает Светлана Балеева. На протяжении двух дней в Ленской ЦРБ работали врачи из Якутска. Вели прием специалистов лор, кардиолог, эндоскопист, коллапрактолог, травматолог-ортопед, УЗИст по сосудам и сердцу и абдоминальный специалист УЗИ. Бригада врачей из 2-й республиканской больницы под руководством Павла Николаевича Ермолаева отбирала пациентов на плановое хирургическое лечение. Для подбора это не диспансеризация, не медосмотр. Поэтому мы заранее обговорили администрацию Ленского ЦРБ, чтобы подбор, чтобы, например, кардиолог, чтобы готовый ЭКГ был, для травматолога, чтобы рентген снимки или МРТ. Что необходимо, чтобы ожидания не было. Виктория Шерстюк пришла на прием к лор-врачу по записи. Девушку беспокоит постоянная ангина. Перед осмотром очень переживала, но он прошел быстро, и результатом Вика осталась довольна. Доктор прописал лечение, которое девушка намерена тут же начать. У меня отечность миндалин постоянная, то есть хронические танзелиты, я не знаю, что с этим делать. Я уже думаю, может, удалять их нужно. А у нас, ну, чтобы уехать, это мне нужно брать отпуск и тратить свои деньги. А тут проконсультировалась бесплатно. Ну, я пришла с одной проблемой, устранили мне серную пробку вот в этом ухе. Убрали ее. Вроде слышал даже лучше, чем было. Прием пациентов проходил с утра до позднего вечера. Врачи в день осматривали более 20 человек. У кабинетов якутских специалистов собирались очереди. Многие приходили без записи в надежде попасть на консультацию. Это, конечно, удавалось, но не всем. Самые длинные очереди стояли у кабинета кардиолога и УЗИ по сосудам и сердцу. Я хожу, не кашляю. Я кашляю только, когда ложусь. А потом проходимся. Хорошо. Что-то еще? Боли в области сердца, одышка. Одышки нет. Бригада врачей осмотрела более 220 человек. Из них 45 направлено на оперативное лечение. 16 человек получили направление от лора врача, 13 вызов на операцию кардиолог, 9 колопрактолог и 7 пациентов ортопед. Сегодня, к сожалению, нашли онкобольного. Я, например, нашел. А по УЗИ, по показаниям, во время обеденного периода, мы обговорили, там нашли тоже образование, по УЗИ, например. Поэтому конкретно, например, вот этого пациента я перенаправил, ускорил из местных врачей, сказал, чтобы ускорить, направить онкодиспансер. Остальные пациенты могли выбрать дату поступления на оперативное лечение любую. Многие приурочили ее к отпуску. Операции в республиканской больнице для ленчан станут бесплатными. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В связи с обильным снегопадом в Алданском районе, водителям рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния по федеральной трассе Лена. По данным управления дорог, непогода в Алданском районе сохранится несколько дней, что усложнит проезд по трассе. Будьте внимательны на дороге, соблюдайте безопасную дистанцию, выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Обращаем особое внимание на необходимость наличия запаса горючего и цепей противоскольжения, добавили в Упрдоре. В Якутске подходит к завершению реконструкция проспекта Ленина. На данный момент установка знаков и малых архитектурных форм, озеленения, а также все дорожные работы выполнены. Идет установка светофоров и теплых остановок. Подробности в сюжете Марина Захарова. Подрядной организацией ведутся работы по установке 12 остановок, три из которых теплые. Пока что у них готов только каркас. Ввести их в эксплуатацию планируют к концу текущего месяца. По причине задержки поставщиком некоторых деталей, замене креплений, процесс может затянуться до первых часов декабря. Никаких трудностей пока что нет. На данный момент у нас идет монтаж теплых остановок. Получается, две остановки уже утеплили полностью. Сейчас вот на третьей работаем. Погода радует очень. Тепло. Работа двигается. В принципе, уже привыкли по такой погоде работать. В работе использовались материалы высокого качества, адаптированные под особенности региона. Например, термообработанная гранитная плитка имеет шероховатую матовую поверхность. Она обеспечивает безопасность, предотвращая скольжение в условиях дождливой или снежной погоды. Новые материалы использовались и при дорожных работах. Перед асфальтированием было принято решение по полной замене грунта. Основная масса всего ушла под землю. Этого не применялось нигде еще. Но в таких погодных условиях, в каких мы находимся. Также при укладке асфальта применялись новые материалы. Это привозился щебень из Алдана. То есть морозостойкость у него больше, чем у нашего традиционного максоголовского щебня. При замене грунта, конечно, были проведены работы и по ремонту сетей. Все сети, которые попадались на этом пути. То есть это сети газоснабжения, сети канализации, сети теплоснабжения. В реконструкцию проспекта Ленина также входили работы по облагораживанию местности. Было посажено более 5,5 тысяч кустов и деревьев. Установили новые скамейки, урны, современные опоры освещения. В ближайшие дни подключат два новых светофора. Марина Захарова, Иван Саракаумов, Якутск. Аллороса обеспечивает комфорт сотрудников компании. И вне работы работников подразделений в Мирном перевозят на отечественных автобусах «Лотос». Их закупили в Мирненское автотранспортное предприятие «Алмаз-Дор-Транса» по программе техперевооружения. Техника работает на городских маршрутах, увозит сотрудников на обед, забирает в начале и конце рабочих смен. Внутри салона мягкие кресла, ручки и поручни. Для работы зимой технику оборудовали дополнительными отопителями и двойным стеклом. Также среди плюсов экологичность и экономия «Лотосы» работают на метане. Автобусы данной марки мы уже использовали. То есть они прошли обкатку, показали себя хорошо, поменяли на них. Эти автобусы идут, четыре автобуса пришли для города, то есть городские, для перевозки пассажиров, работников компании, между подразделениями. То есть по городским маршрутам и один автобус пришел пригородный. Это направление «Алмазный», направление «Интер». Об Якутске построят новое здание первой школы. Управление госэкспертизы одобрило проектную документацию и результаты инженерных изысканий для строительства новой школы номер один. Финансировать строительство будут из федерального и республиканского бюджетов по госпрограмме развития образования Якутии. Старое двухэтажное здание школы было снесено из-за сильного износа. На его месте построят новую четырехэтажную школу, при этом сохранят стилистику старого здания. Школа рассчитана на 253 учащихся в смену, наполняемость классов 23 человека. При этом в каждом учебном помещении предусмотрено по одному месту для маломобильных детей. Хатасская школа с 2017 года внедряет профильное направление. В школе работает агрокуб, где круглый год выращивают разные сорта обочных культур. Ребята ведут исследовательскую работу, также производят натуральный чай из трав, ягод, уху из рыбы в пакетах и тушенку из жеребятины. Планируется открытие агроинжинирингового центра с агропарком. Он будет включать интернат на 25 мест. Для этого в поселке уже выделен участок площадью более 2,5 гектар. Школьники будут изучать биотехнологии и продолжат исследовательскую работу. Для населения организуют сельхозкурсы и начальные профессиональные подготовки. Для реализации данного проекта коллектив Хатасская школа планирует участвовать в программе поддержки местных инициатив. Данное центро – это требование нашей жизни, потому что мы должны готовить кадры для сельского хозяйства, а также продовольственная безопасность. Если построим данный центр, то наши учащиеся будут получать непосредственно навыки по разным модулям. В Якутии стартовала декада пушкинской карты. Приказ об этом подписали руководители имен культуры, именобранауки региона, сообщает пресс-центр Министерства культуры и духовного развития. Декада пройдет в учреждениях культуры и образования, составлен график работы, выезда по учреждениям. Так в библиотеках будут ежедневно ввести подписку новых держателей – молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет – на пушкинскую карту. Для оформления необходимый паспорт из НИЛС ребенка и смартфон, поддерживающий скачивание приложений госуслуги и госуслуги культура. Авторы документального фильма «По пути оленей» Диана Худаева и Сардана Барабанова из Якутии получат 1 миллион рублей за победу в финале проекта «Арктическая стартап-экспедиция. Дальний Восток и Арктика России». Все финалисты прошли образовательную программу для молодых кинематографистов «Киношторм», кинофестиваля «Северный характер». Мы старались показать в своем фильме настоящие переживания настоящих людей, передать аутентичный дух традиций, как герои преодолевают вызовы современного мира, рассказала Диана Худаева. Всего на конкурс поступило 115 заявок из 15 регионов. В финал прошли 11 проект. Представители разных уголков Дальнего Востока в очередной раз встретились в Нерюнгре на юбилейном фестивале «Узор Якутии». Свои таланты представили участники в возрасте от 5 до 75 лет. Наша съемочная группа побывала на гала-концерте фестиваля. Большим гала-концертом завершился первый этап 5-го дальневосточного фестиваля многожанрового искусства «Узоры Якутии в Нерюнгре». Более 350 участников и несколько номинаций, среди которых вокал, хореография, художественное слово, мода и дизайн. Фестиваль «Узоры Якутии» – это уникальный проект, который дает возможность творческим коллективам проявить себя в рамках не только своего города, но и за границами. Это возможность для ребят проявить себя творчески, подружиться с коллективами, узнать для себя, как для творческих коллективов, что-то новое. И многие для себя черпают какие-то творческие фишки. Фестиваль собрал лучшие коллективы и солистов из Нерюнгринского и Алданского районов, Хабаровского края и Амурской области. Яркие выступления, оригинальные номера участников фестиваля «Узоры Якутии» не оставили равнодушными ни зрителей, ни членов жюри. Радует, конечно, что год от года фестиваль ширится. То есть количество участников становится больше, количество регионов становится больше. Это очень сильно впечатляет нас, как членов жюри, поскольку в этом году мы уже как амбассадоры этого фестиваля, уже пятого юбилейного фестиваля, как участники тех команд экспертных, которые принимали участие до этого, было, конечно, здорово посмотреть со стороны, насколько сильно участники выросли. По итогам фестиваля нерюнгринцы завоевали гран-при в номинациях «Художественное слово», «Хореография» и «Мода и дизайн». Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. «Мама-малыш» под таким названием в канун Дня матери в Мирном прошел первый фестиваль. Для родителей провели тематические конкурсы, для родителей и детей гости получили консультации специалистов от различных учреждений города. Подробности в сюжете Анны Васильевой. Фестиваль «Мама-малыш» превзошел все ожидания, став истинным островком тепла и уюта для будущих мамочек и их семей. Это первое мероприятие женского клуба «Бриллиант», и оно выдалось очень ярким и запоминающимся. Здесь каждый нашел что-то особенное для себя. Даже будущие папы показали свою ловкость и чувство юмора в конкурсе, где они соревновались в скорости и мастерстве. «Идея эта в том, чтобы в первую очередь обратить внимание на материнство, подчеркнуть, что мамы прекрасны всегда в любом периоде жизни, особенно в период беременности. Это самое прекрасное время для всей семьи в ожидании чуда. Мы пытаемся совмещать не только какие-то яркие эмоции в части праздника, но в первую очередь направлены на всеобучь». На фестивале присутствовали волонтеры-медики, которые не только сопровождали мероприятия, но и помогали участникам сориентироваться в разнообразии предлагаемых активностей. Их профессиональная поддержка придавала уверенности и спокойствия всем присутствующим. «Такие мероприятия очень нужны, они очень важны, потому что в рамках этого мероприятия здесь как развлекательные есть программы, так и образовательные. Наша основная задача – это профилактика. И вот здесь врачи-специалисты Мирненской ЦРБ, они как раз рассказывают, например, о профилактике аллергии у деток, о профилактике зубных заболеваний. Доктора и гинекологи рассказывают о том, как к родам подготовиться. То есть вся эта информация, которую мамы в данном случае получают, это очень важно, конечно». Эксперты из Центра доверия, представители Управления соцзащиты и Мирненской Центральной районной больницы провели невероятно полезные консультации, поддержав и дав ценные советы мамам и папам. В рамках проекта «Преображение» мамы получили возможность почувствовать себя еще более прекрасными, благодаря красивому и легкому макияжу от профессиональных визажистов. А студия «Боди-арт-школы номер 26» превратила животики в настоящее произведение искусства, создавая неповторимые рисунки, отражающие радость материнства. И, конечно же, не обошлось без гаражной распродажи, где можно было бы найти множество полезных и красивых вещей для малышей по очень привлекательным ценам. Анна Васильева, Мирный. Далее о спорте. В Республиканском шахматно-шашечном центре проводят чемпионат Республики по классическим шахматам. В 81-м соревновании принимают участие сильнейшие шахматисты высшей лиги – 12 мужчин и 8 женщин. Как отметили организаторы, чемпионат проходит по швейцарской системе в 9 туров. Цель данного мероприятия – повышение мастерства и определение лучших для участия в чемпионате Дальневосточного федерального округа следующего года. По итогам чемпионата будет сформирована сборная Якутии. В этом турнире отбираются самые сильнейшие спортсмены из Республики, из многих сильнейших турниров нашей Республики. Такие соревнования у нас проходят ежегодно. Высшая лига и первая лига для всех любителей и сильнейших спортсменов. А высшей лиги отбираются только наиболее-наиболее сильнейшие. Также в следующем году Якутия примет восьмые международные спортивные игры «Дети Азии», которые соберут лучших спортсменов из разных стран. К играм подготовят 16 спортивных объектов, в 14 из которых идет капитальный ремонт. Работу ведут и в спорткомплексе «Дахсун». Подробности ремонта у Даяны Федоровой. На сегодняшний день в спорткомплексе идет работа по обновлению санузлов, прокладке плит, ремонту входных групп и утеплению стен. Уже проведена замена освещения, модернизация тамбуров и замена покрытия футбольного поля. На днях завершились работы по покраске стен. От синей полосы внизу мы все покрасили. Получается 4000 квадратных метров. Плюс ремонт двух тамбров сделали. В работе были задействованы более 20 человек. К работе приступили 7 ноября. И на данный момент практически уже 95% работ уже все выполнили. На следующей неделе в спорткомплексе начнется работа по замене беговой дорожки. Вместе с этим косметический ремонт и обновление оборудования начнется на втором этаже. В ремонтных работах объекта задействованы 4 подрядные организации. Их представители отметили, что столкнулись с различными сложностями и идет отставание от рабочего графика. В этом году нехватка работников вообще нет в строительной сфере. Все организации говорят, что очень мало субподрядных бригад, которые строят, ремонтируют. Из-за этого сильное отставание у нас есть. Намеренно закончить до конца ноября эту работу. И потом уже приступить к другим работам. Во время международных игр в спортивном комплексе Дахсон будут проходить соревнования по боксу, художественной гимнастике и скалолазанию. Для проведения последнего вида спорта будут возведены два скалодрома высотой в 20 метров. Ширина одного сооружения составит 30 метров, а другого 25. Для размещения столь массивных конструкций будут убраны боковые трибуны манежа. Скалодром отвечает всем этим требованиям. Потому что мы в следующем году, согласно программе международных подъемных игр детей Азии, проводим ту скалодром. Это как будет показательный вид спорта. И в этом году также убрали вот эти трибуны, где будут установлены вот эти скалодромы в двух сторон. С восточной и с западной стороны. Работы по ремонту планируют завершить до 30 декабря этого года. И уже после новогодних праздников спортивный комплекс Захсон возобновит свою работу. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.